Axiom это более 10 тысяч запчастей для ваших девайсов. Не у всех сервисов есть собственный склад запчастей у домашних ремонтеров, тем более. Заказы из-за рубежа могут идти месяцами, огорчив в итоге плохим качеством и потерей времени. Спасением от подобных проблем станет компания Axiom. Почему именно Axiom? Все просто. Отправка в день заказа, доставка в любую точку России до 5 дней, простая система оплаты и скидок, запчасти от заводов-производителей и гарантия на весь товар 90 дней, тысячи постоянных клиентов и 8 лет на рынке. Используй промокод MovieMaker и получи скидку на первый заказ уже сейчас, ссылки в описании. Всем привет! Без сомнений Король Ночи на данное время является одним из главных и самых, если не самым могущественным персонажем сериала Игра Престолов, чье влияние только усиливается ближе к финалу. И все же не стоит забывать, что скажем в книгах у Ночного Короля была еще и Ночная Королева. Более того, именно она стала причиной всего произошедшего, и именно ее власть сделала Короля Ночи тем, кем он стал. Так вот, несмотря на то, что сериалы и книги все больше расходятся, сейчас у нас есть все больше причин считать, что и в восьмом сезоне произойдет нечто невероятное, и одна из главных героинь всей истории примкнет к иным и станет Королевой Ночи. Согласен, звучит более чем неожиданно и все же не спешите делать выводы, давайте сперва все обсудим, а потом каждый решит для себя сам. Одним словом, что же мы в принципе знаем о таинственной и мрачной Королеве Ночи? Вот что о ней говорят сказки старой Нэн. Много лет назад, во времена 13-го лорда командующего Ночного Дозора, ему повстречалась необычная женщина. Тот лорд-командующий не ведал страха, и это был его порог, ибо все люди должны чего-то бояться. Однажды, увидев со стены прекрасную женщину, он погнался за ней, настиг ее и предался с ней любви. Эта женщина с кожей белой как луна, глазами синими как звезды и телом холодным как лед была мертва, и со своим семенем лорд-командующий отдал ей свою душу. Он привез свою избранницу в Твердыню Ночи, тогдашний главный замок Ночного Дозора и назвал себя Королем Ночи, а ее своей Королевой. То есть с самого начала мы можем для себя уяснить один совершенно четкий факт. Сначала была именно Королева Ночи, а лорд-командующий или будущий король стал лишь инструментом для власти в ее руках. А теперь, внимание, вопрос. Кто из оставшихся на данный момент в сериале женщин более всего одержим властью? Думаю, для того, чтобы об ответе долго размышлять не нужно, ведь ответ на поверхности это Серсея Ланнистер и Дейнерис Таргариен. Вы удивитесь, но каждая из этих кандидатур имеет шансы стать в восьмом сезоне той самой Королевой Ночи, ведь книга и сериал при всех своих расхождениях все же в общем и целом идут в одном направлении. Ну а прежде чем перейти к объяснению, давайте узнаем, что же стало в книгах с Королевой Ночи и ее королем. С помощью колдовских чар Король Ночи подчинил своей воле других братьев Ночного Дозора и тайно приносил иным человеческие жертвы. При свете дня Король Ночи выглядел как обычный человек, но с приходом Сумерек преображался. 13 лет Король Ночи и его мертвая королева правили стеной, пока Брандон Старк из Винтерфелла и Король за стеной Джора Мун не объединились и не свергли их. После этого все записи о Ночном Короле были уничтожены, а само его имя сделалось запретным. Так закончилась книжная история, а вот у нас в сериале история, судя по всему, только начинается. Итак, давайте начнем с Серсей, как потенциальной и достаточно вероятной кандидатуры на роль Королевы Ночи. Первая, в конце прошлого сезона она, как все вы прекрасно помните, отказалась поддержать объединенные силы людей в борьбе против иных и их короля. Тем самым данный поступок возвышает степень безумия Серсея на новый уровень, а ее саму делают, если не союзником, то по крайней мере не врагом белым ходокам. Не знаю, что с этим будет дальше, но пока просто запомните для себя этот первый факт. Второе, вспомните-ка сейчас один из тизеров еще прошлого седьмого сезона, в котором нам показали тогда еще трех правителей Джона, Дейенерис и, разумеется, Серсею. А помните ли вы вот этот фрагмент, когда Королева Вестероса дышит холодом, восседая на своем троне, а следом за этим кадр переходит в мертвенный синий глаз иного, возможно именно того самого Короля Ночи. Как бы сейчас, мы уже об этом все слегка призабыли, но как показывает практика и время, создатели Игры Престолов делают свои промо очень обдуманными и их смысл подтверждается спустя даже не один год. Вот и здесь у нас есть все шансы полагать, что таким вот образом нам намекнули на будущую судьбу Серсеи и на то, что ради престола она пойдет на что угодно, даже на альянс с Королем Ночи. К тому же вспомните и видение Дейенерис в Доме Бессмертных. Вы помните разваленный тронный зал, покрытый снегом, сам трон, к которому Матерь Драконов почему-то так и не притронулась, то есть в случае победы над иными и конца Долгой Ночи все вокруг, тем более южнее в Королевской Гавани, не должно было быть завалено снегом, понимаете о чем я? Ну и еще кое-что насчет Серсеи. Все уже наверное знают о пресловутом пророчестве Мэйги Лягушки, как и о том, что она напророчила смерть Серсеи от таинственного и темного Валанкара. Также мы в курсе, что на данное время кроме братьев у Серсеи есть еще один главный и самый опасный враг и это не Дейенерис и даже не Король Ночи. Это Ария, которая все еще не вычеркнула ее из своего списка и которая с большой долей вероятности доведет задуманное до логического завершения в восьмом сезоне. И вот Королевская Гавань, Мертвая Серсея и войско Короля Ночи, поднимающего трупы, которая с большой долей вероятности подойдет к столице Семи Королевств. Соедините воедино все эти факты и вы поймете, что теория о Ночной Королеве Серсеи вовсе не выглядит столь невероятной, как это казалось сначала, не так ли? Ну и еще один последний по очередности, но не по своей важности момент. Вы же еще помните, каким образом появляются новые Белые Ходоки? Что Король Ночи каким-то неведомым путем создает или точнее создавал их из детей Крастера. Причем на этот счет есть много предположений, начиная с того, что Крастер по крови тоже Старк, а Королю Ночи как раз таки и нужны младенцы именно Хранителей Севера и до того, что он чуть ли не скрытый Таргариен, а предводитель Белых Ходоков охотится именно за Королевской кровью. Как бы там ни было, Крастера больше нет, как нет более его сыновей, ну если не считать маленького Сэма. Но при этом Серсея беременна и этот ребенок Королевской крови также может представлять собой особый интерес для Короля Ночи, с одной стороны, как и стать таким себе связующим звеном между ним и Серсеей с другой. В общем, вы поняли, задуматься тут явно есть над чем. Вы пока пишите свои комментарии на данный счет, а я тем временем перехожу от одной властной женщины к другой и расскажу вам, как на самом деле обстоит дело, но уже с Дейенерис. Видите ли, Буря, рожденная в восьмом сезоне, скорее всего, тоже окажется беременной. Не зря же нам прям в самой концовке прошлого показали их с Джоном постельную сцену. А если так, то этот ребенок для Короля Ночи будет представлять еще куда больше интерес. Как дитя не только Королевских кровей, но еще и Квинтэссенса, Льда и Огня. Соответственно, интерес для предводителя иных будет представлять и мать ребенка, а именно Дейенерис. Но это не единственный факт, который говорит о возможном темном будущем Матери Драконов и на который стоит обратить особое внимание. Если вы сейчас вспомните еще самый первый эпизод седьмого сезона Игры Престолов, то в нем есть момент, на который обратили внимание лишь немногие, но который при этом может оказаться важнее всего прочего. Дело в том, что когда в Цитадели Сэм и Лили обложились древними текстами, в которых описаны события долгой ночи в надежде найти способ одолеть иных, у Лили в руках оказывается книга с названием «Легенды долгой ночи». Но самое интересное, то кто изображен на ее обложке. Это мертвец, но присмотритесь внимательнее, вы не можете не согласиться, что это скорее женщина, чем мужчина. На ее голове нечто напоминающее корону позади солнца, а в груди меч. Стоит эта мертвая женщина на луне, а по краям от нее рассыпаны звезды. То есть все здесь говорит о том, что перед нами та самая ночная королева, мертвая женщина, истинный облик которой проявлялся ночью при лунном свете. Но при этом самый важный момент здесь – это меч, который в нее вонзился. Уж очень все это напоминает еще и легенду об Азорахае и его Ниси Ниси, которую легендарный герой убил, дабы закончить работу над светозарным клинком. Так неужели ночная королева и Ниса Ниса – это каким-то невероятным образом одна и та же личность? Тогда, кстати, становится ясно, почему Азорахае был вынужден ее убить. Я понимаю, все это более чем странно, но опять-таки, давайте не забывать, что в Игре Престолов мало что происходит просто так. А теперь вернемся к событиям сериала. Понятно, что в нем новым воплощением Азорахае выступает Джон Сноу, думаю, с этим вопросов ни у кого не возникнет. Но тогда и с личностью Ниси Ниси, его возлюбленной сомневаться также не приходится, ею однозначно должна будет стать Дейенерис. Что же, проводя логическую цепочку еще дальше, у нас получается, что она же вполне может стать и новой ночной королевой, завершив тем самым круг событий. А Джон, соответственно, будет вынужден убить свою возлюбленную. И здесь мне, кстати, вспомнились еще раз слова самой Эмилии Кларк по поводу ее героини и того, что ее ждет в восьмом сезоне. Тогда, если кто забыл, актриса сказала, мол, ее героиня будет творить в финале какое-то жуткое дерьмо, при этом Эмилии очень больно, что Матерь Драконов запомнится зрителям именно такой. Какой именно, остается только догадываться, но этот факт, по словам самой Эмилии Кларк, просто ее поимел. И вот вопрос, на что же так остро могла отреагировать актриса? Ведь к жестоким выходкам ее героини все вроде как уже попривыкли, не то ли вывела Эмилию из состояния равновесия, что ее Дейенерис в восьмом сезоне из Матери Драконов и разрушительница Цепей должна будет превратиться в мертвую ночную королеву и именно такой запомнится большинству зрителей. Как по мне, звучит вполне правдоподобно, а еще здесь можно вспомнить, и кстати, дальше пойдет спойлер, так что кто боится, выключайте это видео прямо сейчас. Я же лично вспомнил вот этот кадр вроде как со съемок восьмого сезона, на котором, по утверждениям очевидцев, мы видим момент, когда Джон вонзает в грудь Дейенерис меч. В общем, подумайте-ка на досуге, как знать, может именно такой вот сюрприз в кавычках нам и преподнесут создатели Игры Престолов в ее финале. У меня же на сегодня все, давайте пообщаемся под этим видео в комментариях, кому же было интересно смотреть, поставьте палец вверх и не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!